В чем заслуга академика Павлова? Вот этих открытий, сшибка, условные рефлексы. И открытие такой нервной системы, которую невозможно сорвать. Она есть у очень редких собак и у очень редких людей. То есть можно тренироваться. Тренировать можно, это приносит успех, но лучше родиться с таким. А вот про девочку я расскажу. Тренированность были в прошлом, видимо, воплощения. Девочка смотрела знакомые фильмы ужасов. Она кушала, там вообще была такая история. Я утром, короче, приехал, точнее вечером приехал в 3 часа ночи, остался на ночь. Утром встаю, смотрю, она кушает блинчики. Она слушает там запах блинчиков. Думаю, пойду сейчас быстро похалую. Прихожу, смотрю, смотрит в наушниках, кушает эти блинчики. И смотрит, там корвище вообще, просто дичь. Ну там типа «Живые мертвецы 5», вот эта серия там. Ну всем на это смотрели. Я вообще не смотрел. Нет, я вообще не смотрю никогда. Фильмы ужасов вообще не люблю. Ну я думаю, что наоборот это психика. Ну я как исследователь. Нет, ну понятно. Она у меня не влияла, как и на дед. У меня и на те беда по матери, вот как раз по Владу Захаровичу. Нет, так она смотрит эти фильмы ужасов, кушает блинчики. Я говорю там типа «А что ты делаешь?» Она говорит «Смотрю фильм». Я говорю «А какой фильм?» Я говорю «А ужасы, там еще кровища хлещет». Она говорит «А я типа тренирую нервную систему». Ну права. И что, она работает так типа? Работает, потому что она чувствует реакцию. А раз она испытывает некую реакцию, она пытается ее преодолеть. То есть она получается в жизни потом может… Не, не, вопрос какой. Она в жизни потом становится более жестким человеком? То есть она на реакцию в жизни какую-то не будет реагировать? Цвет будет неоднозначный. Дело в том, что еще одна ошибка академика Павлова, что он назвал безусловные рефлексы безусловными. Они тоже условные в том отношении, что контроль больших полушарий и король, то, чем мы думаем, имеет власть на подкорке. Это не Фрейд не знал, потому что он называл подкорку, как хулиган, который стучит, рвется, ломится в дверь, где серьезные люди заседают, обсуждают серьезные темы. А он заскакивает, и тут начинает бардак устраивать. Это подсознание так работает в сознании, когда прорывается в сознание, по мнению Фрейда. Единственное, что одно из гениальных открытий, которое все человечество пропустило, а это гениальное было открытие Фрейда, не сексуальность, а именно цензор, который говорит, пошел вон подсознание, которое ворвалось в сознание, пошел вон. Цензор есть у каждого человека. Он говорит, это можно, это нельзя. А подсознание говорит, мне все можно, я хулиганить хочу. Это человечество пропустило это открытие. Я его читал еще, когда он был запрещен. Обнаружили меня, там было ложное удостоверение кандидата, якобы я готовил диссертацию кандидатскую по Фрейду. Только критиковать можно было. Ну, я конспектировал, меня поймали, и я не дочитал тогда. Да сейчас, пожалуйста, сколько хочешь читай Фрейда, но он уже не интересен. Во-первых, гениальное открытие было, никто его не понял, но там много чем путанец. Слушай, парень кокаина много набирал. И потом, ну, заклинило его. Все-таки бывает и у крупных людей свои какие-то ошибки. Все-таки он не Бог, не Кришна, поэтому клянило иногда. Да, поэтому, ну, все равно нельзя выбрасывать такие. Надо изучать, просто отфильтровать то, хорошее, что не сделает. Так вот, чего не доработал академик Павлов, а то, что вот это Фрейд сказал. Цензора. И ни Фрейд, ни академик Павлов не знал, до какой степени этот цензор может быть всевластным. Это уже Агни-йога сказала и даже объяснила. Ребята, когда-то будет и профессия психотехник, и психиатр, и не психолог, а психотехник. В будущем будет в институте готовить психотехников. Есть законы, которые тонкого мира, по которым вы своей мыслью, поскольку вообще идеи правят миром, даже это здание, что надо сначала обдумать, а потом написать чертеж, а потом построить. Идеи. Так вот, так вот, можно руководить и подсознанием. Не только условными рефлексами вырабатывать. Вот в буксе нас учили вырабатывать как? Вот меня спасало, и когда я падал с велосипеда, и когда крюк на меня шел, и на руку под крюк просто. И инстинктивно. Мы доводили, допустим, фантазию, бой с тенью, с противником. Потом уже, прежде всего, бой с тенью, когда воображаешь атаку, и доводишь... Я боксом тоже сейчас занимаюсь. Доводишь до того, что в спинном мозге, закодировано все, малейшее. Нет, у нас ходит тренер вообще бьет. Если ты встал, опустил руку, он ходит, шлепает постоянно. Постоянно шлепает, или ты держишь. Я вот замечал, если кто-то резко со мной здоровается, у меня и контратака. Не, ну, скажем так, я, допустим, заметил, что... Ну, как бы я занимался раньше киукушином, ну, в школе, когда я был в этом. Сейчас пошел, ну, там, с друзьями, короче, тусил в Киеве. Ну, там есть клуб у нас боксерский такой. Я пошел, смотрю, бокс классная штука. Я этого не знал вообще. Ну, то есть я же не занимался боксом никогда. Он учит конструктивно реагировать. Не, не, я занимался тоже не борцами, но я занимался киукушином. Я не думал, что бокс, он что-то дает вообще, в принципе. Ну, то есть я не выделял. Мне каратисты доказали, что дает. У них говорят всегда на спаррингах каратисты, боксеры побеждать боксера. Нет, боксер, потому что он чувствует дистанцию, и бокс это игровой вид спорта. Он тебя, да, он тебя обманывает. Дистанция. Дистанция, да, но... Но и удары, я им показал, как бьют. Они не умеют бить в карате. Ну, в карате нет ударов таких по корпусу. То есть нету... Понятно, плеча, может быть. Да, да, да. А тут волны идут. Не вставляется этот самый... То есть в карате... Так, в боксе не только плечо... Не, ну понятно, что ты... Та же уровне придется, но начинается с пятки, да. Да, то есть получается волна, это понятно. В карате такого нету, но суть не в этом. Там все бросается. Просто я, когда занимался, я бокс не выделял вообще из видов спорта. Ну, я понял. То есть у меня было вот много разных единоборств, и тут бокс. Ну, потому что я тоже думаю, масса недостатка. Локтем не бьют, коленом, ногой не бьют. Что это за... Не, ну, это можно переучить. Масса условностей, сзади мне бьют. Не, ну, и можно человека переучить. Чуть подводила. Вот бокс в этом смысле очень плохая практика. Ну, сейчас ММА как бы вершина. А ММА, вот сын занимается ММА. Вот это да. Да, да, нет. Ну, там микс там. Ну, это серьезно. Он в классе положил всех крупных ребят. Ну, с мудшайшим хирургом. Опа, злобал. Кимура она была. Ну, короче, столь в чем. Я что заметил. Начал заниматься боксом, начали другие условные рефлексы. Это точно. То есть на какой-то раздражитель, вот эти зрения боковые. Ну, да. То есть это человек в автобусе или там сижу. Допустим, вот, зашел чувак. Где-то резко тебя сразу раз. И у меня, ну, я как бы подсознательно, но я уже... Вот меня можете провести. Спросите, у меня боюсь ли я комариков, вот так, как я. Резко неожиданно. Ну, у вас будет реакция на атаку. Вы умеете, что сразу кулак пойдет. На атаку, да. Я не ударю, но уже готов буду врезать. Но смысл в том, что я просто следил за собой. То есть тока идет, ну, вот здесь. Ну, вот именно, вот тут я вижу, да, а здесь я же не вижу. Вот, но он нам как бы там... Так чувствуешь спиной. Здесь ты видишь боковым зрением. Он нам объясняет, что есть тоннельное зрение, да? И вот это надо нарабатывать постоянно. Он говорит, мы предчувствуем, куда он бить будет. Ну, это просто намерение. Я по интернету видел, как он говорит. Я говорю, просто чувствую, поэтому я быстрее реагирую, чему. Ну, да. Он эти намерения чувствует. Чувствует, да. Там же... Это вырабатывается чуйка, это есть такое. А потому что бьют. Да. Это проделывали опыт со студентами. Никто ж не видел руками рентгенлучи. А когда начали бить током, если не увидел, когда пряникам не реагирует. А когда начали бить, все через 10 приемов стали видеть рентгенлучи, цветовое зрение появилось, все стали экстрасенсами. Потому что когда пряник дают, оно же не опасно. А когда это... А когда бьют, тут просыпаются экстрасенсорные способности. Ну, подсознательные. Но вообще там нет экстрасенсорного. Там есть другая тема, такая, о чем мне рассказывали. Что человек отрабатывает в минуту, там что-то 10 тысяч импульсов или сигналов. То есть мы сидим и знаем, о чем кто говорит, но оно в сознание нас не пускает. Ну, вот, кстати, теперь о Фрейде и Академике Пола. Где они недоработали? Где Агни-Йога обогнала их на... Ну, ребята на круг обошли вообще все человечество. Поэтому они подсказывают, пациентам, ну, и из психотехника. Все, если общий итог, так подвести все, что они говорят, потому что там очень много такого, что... Ну, феноменальные советы, потрясающие просто. Просто их не все можно говорить людям, потому что они могут быть использованы как оружие против самого себя и общества. Поэтому, ну, не время. Можно сказать о том, некоторые вещи, вот я пациентам, некоторые из психотехники говорю вещи, но не опасные. А то, что я считаю, они могут как дети спалить и себя, и людям повредить, я, конечно, не говорю. О, какой жирненький, молодец. Мух покушал немало, видно, нас спасают. Я люблю их, уважаю за это. Значит, спасают, комарод, ну, уже спасают. Да, молодец. И он говорит, все можно, они говорят нам, ребята, все можно контролировать. Но я это узнал очень давно, и поэтому я просто проверю. Знаете, когда уже сам проверишь, если даже 7 миллиардов землян скажут, ну, ты лапшу не вешай-то на уши, мы это знаем, что ты врешь. Я скажу, да нет, ребята, я это проверю. Никто не сковернет, когда вы уже проверили и знаете, что подсознанием и безусловными рефлексами можно оперировать, как вы хотите, а не как они хотят. Мы не рабы собственного тела. Все-таки хозяин, кто в доме хозяин? Дух. Руки его, воля. Субординацию эту надо четко знать. Все остальное, и ум, и астрал, и эфирное, и физическое. Физическое вообще своей воли не имеет. Весь материальный мир никакой воли не имеет. Кроме той, которую вставили. То есть, если что-то вам в вашем теле или в окружающем мире не подчиняется, знаете, подчинится. Просто вы зарядили до того, так вы ему вставили мозг. И теперь его надо перезаряжать. Или кто-то вставил, но само оно не имеет воли. Это, кстати, тоже, по-моему, секретная информация. Но я надеюсь, люди будут использовать эти конструктивы. То есть, надо проявить просто, потому что они думают. Ну, вот я думаю, что вот это произошло. А оно не получается. Я вот хочу перебить. Вот был такой ауробиндо йог. И он очень сильно работал, ну, в плане не кундалини йоги, поднимая энергию снизу, вершу, да, от низших клошек. Да не надо его поднимать. А снисходящий поток. И очень добился никаких результатов. Видимо, он был какой-то сам по себе сильным могуществом, ну, как маг. И все чувствовали вот эту его энергию, мощь, вот. И как бы в Шахте мощная была. И, в принципе, думали, что он будет бессмертным. Потому что там были полубоги, аватары приходили. И один аватар вообще исчез, не знаю, что-то, ну, он не погиб. Все бессмертные. Да, а где-то там в горах. Да, все умеры, да. Ну, мы то, что обычно знают, когда смерть там, а тут вообще, как бы. И думали, он тоже такого же плана. А потом, быстренько, что-то он заболел и умер от, ну, какая-то проблема, то ли с матиточником, то ли какой-то там чуть-чуть не рак. Это несущественная деталь. Ну, вот этой железы, это мужской председательный. Он бессмертный все равно. Вот. Ну, да, но имеется в виду, что, ну, все так, ну, уже... Да, ну, это наивно. Как, кажется, сколько живешь? Еще бессмертный. А потом он вдруг что-то передумал. Все равно бессмертный. И ученики говорят, а вдруг передумал и все-таки решил оставить тело. Ну, ну, просто феномен есть феномен. То есть здесь можно сохранить тело, иметь такую силу регенерации. Да, вот сейчас стволовые клетки используют, да? А зачем оно ему вопрос еще, понимаете? Многие просто понимают, что смысл... А зачем он хотел общий план Земли, вот, всего человечества, как бы, вот, одухотворить? То есть по снисходящему потоку. Ну, дурни не придумали. Вы, после его механизма знаете, верхняя мертвая точка, нижняя мертвая точка, да? Вот весь этот мир начался с верхней мертвой точки. Дух пришел на Землю. Земля еще газовая была, горела, так далее. Им плевать, потому что они в Астрале жили. Им плевать, что там вулканическая деятельность, ученые же говорят, ну, как он-то не может быть. Надо, чтобы Земля отвердела. Я не колыхал, отвердела она или нет. Они сюда пришли на Землю, Земля еще не готова была к тому, чтобы материализоваться. И пока вот этот поршень шел вниз, происходил процесс материализации. Кульминации он достиг вот при том, когда появились крупные животные, когда кости, ну, вот люди были по 5, 15 и 25 даже метров. И ездили верхом на динозаврах. Даже картинки есть, фигурки такие, ученые же их прятали, потому что объяснить нельзя. Они давно по интернету показали. Говорят, ребята, объясните, 200 миллионов лет назад рядом с динозавром стопа человека, причем в тапочках. А потом фигурки, говорят, ну, как они могли. Люди ездят на динозаврах, потом по 30 метров. Ну, вот элементарно. Объяснила это только Огни-Йога. Почему? Так вот происходила материализация человека. То есть его дух одевался телами. Ментальным, астральным, эфирным, а потом уже и плотным. И плотное тело, даже когда им было по 25 метров высотой, не было таким плотным, как, допустим, вот сейчас. Не было. А когда, вот уже мы пятая раса, когда полностью уже материализовался человек, он, вообще-то, немножко раньше материализовался уже. Кали-Йога – это как бы инерция материализации. В 1936 году начался обратный процесс. Из нижней мертвой точки полная материализация. Мы стали теперь утончаться и дематериализоваться. И скоро мы будем тоже почти газообразными. То есть начинаем становиться духом. То есть от духа до камня, от камня, там, через растения, животных, до человека, а потом человек становится Богом. Вот это такая эволюция. Не верхняя, а нижняя мертвой точки. Например, нижняя, идем до верха. И, между прочим, и земля подтягивается именно за человека. Не человечество за землю, а земля. Она тоже будет раствориться. Она просто уйдет в другое измерение. Она не исчезнет. Она будет полупрозрачной, как и человек. Такой эволюционный процесс. Поэтому сейчас человек, если он, как серфингист, не на волне эволюции, то есть не утончается, он идет в отработку. И хоть я и сказал, человек бессмертен, а христиане говорят, смертен, оба правы. И я, и они. Почему? Вот человек умирает, его ожидает нормальный человек. То есть духовно развитие его. Четыре смерти. Дальше идет эфирное за телом, потом астральное, там тоже мая своя в астрале, и ментальная смерть. Там тоже своя мая. Огненная, уже когда он родился в огненном теле, вот этот сбросил эту шелуху из себя. Ну там уже смерти нет, хотя там прототипы даже глаз и ушей есть. Там уже, в принципе, он живет, даже на солнце может слетать. В астрале он выше астральному миру землю не полетит. Ментально он горит на солнце. А в огненном он там может жить. Там райская планета, там люди из высокой организации. И им плевать, сколько там тысяч градусов по земному. Им плевать, они сами огненные. А то так наши ученые думают, что там нельзя жить. Господи, там, наверное, посмеиваются или сочувствуют. Там даже лучше жить в этой стране. Наша жизнь, она хуже, а в ней там... Если люди знают, и на волне эволюции, они в законе, как от воры в законе, их не сковырнет никакая эволюция, мы уже не с эволюцией. Они утончаются. И все у них меняется. И формула крови, их не четыре группы крови. И тело, и кровь, и кости. Даже вот в Америке живут люди, не просто арийской расой, а пятый-седьмой подрасой. Мы каждая раса имеет семь подрас. Вот мы пятая раса, арийская сама пятая раса, но мы пятая подраса. А туда стягивались, как магнитом, на эту материку. Люди со всех концов света, но с заданками именно шестой-седьмой подрасой. Потому что они такие и развитые. Сикорский там вертолеты строил. Даже неизвестный монументалист, который у Хрущев выгнал за его стелы, там стал миллионером. Прямо тут на селедку не хватало денег. Ну, ты там себе. Они все говорят, ну, ты причинь всю свободу, я могу проявить свои таланты, возможности. Есть для этого шансы везде. Вот. Так вот, шестая раса, но в Украине, в Америке появляется. Это совсем другой менталитет. Они, например, будут, поскольку шишковидная будет легче связываться с гипофизом, они будут видеть сквозь бетон, как сквозь туман. У них новое качество появится, мозга. Дело не в мире. Он такой же остается, только утончается. Но не до такой степени, чтобы бетон вообще стал прозрачным. Человек сможет видеть. Он меняется. Он быстрее меняется, чем планета. Планета за ним будет меняться. Потому что он ум. Он душа земли. А не земля душа для человека. И он научится вот через шишковидную видеть очень много. Мысли, цвета. Потому что фактически мысли имеют и цвет, и запах. И поэтому читать мысли очень легко, если чувствуешь их запах, цвет и часто излучать. Только этим фактически излучают. Меняются. Это при условии у тебя ум спокойный, тогда в ходе спокойствия ты видишь вот эту как бы... Ну, это и сейчас такое условие. Если я хочу понять... Я диагностирую. Если я хочу понять человека, я должен выйти за пределы своего генотипа, воспитания, привычек, понятия, традиции. Все. Все свое исключаю. И даю право излучать на себя, чтобы оценять. А потом уже обдумываю, взвешиваю и так далее. Ну, это приходит, бывает, в дуле секунды. Это я. Это я. Алло.